Добрый вечер! В эфире православная телепередача «София» – программа о наших истоках. В ней мы говорим о насущном, важном и необходимом для каждого, кто серьёзно задумывается над смыслом собственной жизни. Сегодня в нашей программе мы будем говорить на тему «История и культура новгородской земли» и «Просветительская деятельность новгородской митрополии». Для этой беседы мы пригласили в нашу студию протерея Александра Раны. Здравствуйте, отец Александр! Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Наши телезрители хорошо знают, что отец Александр является председателем епархиального отдела по религиозному образованию и катехизации. Но в силу этой деятельности, отец Александр, вам, конечно, приходится довольно часто быть участником, либо гостем какого-либо культурного мероприятия, которое происходит на новгородской земле. И мы сегодня, в начале нашей программы, решили показать телезрителям очень интересный сюжет. Конечно, культурная жизнь новгорода насыщена многими событиями. Итак, сюжет этот рассказывает о том событии, довольно значимом не только для Рошан, но и вообще для новгородцев. Событие, которое произошло 1 октября в Старой Руси. Давайте посмотрим этот сюжет. Богатая история Великого Новгорода, его старинные памятники архитектуры, письменности, живописи, привлекли внимание творческого коллектива президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Этот интерес стал основой для многолетнего сотрудничества Новгородского государственного музея-заповедника и президентской библиотеки. В настоящее время реализуется проект, к которому присоединилась новгородская митрополия. В течение последнего квартала текущего года в Новгородской области пройдет фестиваль фильмов об истории искусства Великого Новгорода. Это цикл работ режиссера президентской библиотеки Татьяны Дьяконовой. Даты показов фильмов приурочены к православным праздникам. 1 октября, в день почитания Старорусской иконы Божьей Матери, в Старой Руси, в научно-культурном центре, Дома-музея Федора Михайловича Достоевского, состоялось открытие фестиваля. В этот день был показан фильм «Граффити Софийского собора». Программа «София» выступила информационным партнером этого фестиваля, который продлится до 10 декабря 2017 года. В этот же день открылась фотовыставка «Возвращение к истокам». Ее посвятили 25-летию со дня возвращения Кафедрального Воскресенского собора в Старой Руси. Материалы выставки дополнил фильм о возвращении собора Русской Православной Церкви. Настоятель Воскресенского храма, протерей Амвросий Джиган, хорошо помнит о том плачевном состоянии, в котором находился собор до его возвращения Русской Православной Церкви. Стены храма накопили многолетнюю сырость, так как в советское время, в период реставрации памятника архитектуры, строительным хламом засыпали три старинных источника у собора, и вода пошла под храм. Когда стали делать ливневку, когда стали копать эскаватор, бабка закричала, батюшка, смотрите, там фонтан бьет. Я выскочил, думаю, вот так, сейчас я попадусь, а ты меня видел, я тебе нет, потому что это полуостров, на дороге нет ливневки, а тут полуостров. Представляете, я себе представил, что стоит на воде, вода подошла, сейчас собор ухнет туда, и я попадусь. Видите, хорошее дело, что я начал такое дело. Ну, она так немножко пошла, она метра два с половиной, и потом притихла вода, и сюда пошла в русло. Когда стали копать вот между колокольной и между собором вот этот угол, и вдруг кричат ко мне, батюшка, нашли патроны. Прихожу туда, да, ящик с патроном, такой железный ящик, как обычно патроны. Открываем тогда, а там пальчики. Польный ящик, ящик пальцев. Ну, я говорю, мне это известно, почему. Ну, говорю, ладно, ложите в сторону, ложите ее спрячьте в колокольню, спрятали. Дальше стали копать, опять снарады нашли. Пришел я туда, а там гомелковые кости, вот сюда, туда. Ну, понимаете ли, дело в том, что здесь вот, по той улице, там была милиция. В этой милиции при немцах было гестапо. И при советах тоже были там пытки и все. Для того, чтобы признался, в двери брали пальцы, и пальцы отлетали. Понимаете? А для того, чтобы долго не мучился, били гомелку туда, там, где центральная артерия, и кровь буквально сразу сходила. Ну, а это куда додевать? А собор был закрытый. И вот все ночью туда вывозили. Когда прорвели канаву до речки, утром я прихожу, посмотрел в этой канаве, и я вижу с той стороны три рода сохранения. Представляете себе? И захоронение меня удивило то, что просто кости лежат на голых досках. Когда захоронение есть полностью, тогда одежда, как солома получается, а там ничего нет. То есть досад не жалели, а вот одеть голых хоронили. При докладе про священному ладыке он сказал, это место полностью кладбище, почтить его достойно надо. И тогда он сказал поставить поклонный крест. Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот только что мы посмотрели сюжет о том, что произошло 1 октября в Старой Руси. Я думаю, что у вас наверняка возникли, может быть, вопросы, которые вы можете адресовать на сайт Новгородской митрополии или на сайт нашей программы. Телесофия, собака, мейл, рум. Мы готовы ответить на ваши вопросы. Отец Александр, у меня тоже к вам вопрос. По теме, конечно. На протяжении всего советского периода времени как-то история, культура, она рассматривалась у нас многими десятилетиями в отрыве от традиции и истории Русской Православной Церкви. И сейчас картина резко изменилась, совершенно иная ситуация. И как бы вы прокомментировали, в чём преимущество вот этого иного, нового подхода? Вы знаете, во-первых, я должен сказать, что человек ведь не может отказаться от своей собственной истории и от своего собственного опыта, да? Невозможно отказаться от этого просто потому, что это часть нас. И осознавая свой опыт, свои грехи, может быть, православный христианин способен дать какую-то объективную оценку самому себе. Это очень важно. То же самое касается истории народа, который имеет тысячелетнюю историю. В этой истории было очень много всего и хорошего, и плохого. И она дана нам как некая книга, как некое пережитое наследие для того, чтобы мы делали правильные выборы, правильные выводы, оценивали себя, кто мы есть, на каком этапе развития мы находимся. По-моему, это очень важно для понимания любого народа, для осознания самих себя как таковых, для того, чтобы выбирать правильные направления своего развития в новых экономических, социальных, политических условиях. Отец Александр, вот как раз я лично себя отношу именно к тому поколению, которое изучало историю отечественную, вот именно так, как мы говорили, в отрыве от истории церкви. И с перемены времен в нашей стране, то есть у нас появилась возможность получить больше той информации, в получении которой мы были ущемлены весь советский период времени. Вот на примере даже собственного я могу сказать, что на протяжении вот этих многих последних лет, постперестроечного периода, я для себя сделал очень много открытий, очень много интересного я узнала, и даже лично сама уже как-то иначе смотрю на историю нашей страны, историю нашего города. Я вспоминаю те времена, в молодости я работала экскурсоводом в Нагородском государственном музее-заповеднике. Я просто помню, не единожды это было во время экскурсии, когда экскурсанты, их тоже интересовало много, что интересовало меня, но, к сожалению, я не могла ответить на эти вопросы, не было возможности где-то подчеркнуть эту ценную информацию. Я имею в виду всё, что касается церкви. В Софийском соборе во время экскурсии спрашивали, а что означает сретение, а что на этой иконе изображено. Мы не могли этого объяснить. Тогда у нас не было такой возможности, не было такой информации. Я даже помню, вот свои первые такие шаги в познании Библии я получила, также будучи экскурсоводом в нашей научной библиотеке, когда заведующая библиотека мне тихо сказала, вот сейчас съедут на обед, я тебе дам книгу, ты её так на столе разложи так, чтобы никто не видел, что у тебя в руках Библия. Вот её, пожалуйста, прочитайте, будет много-много понятно. Вот я помню, как это было раньше. Сейчас этого нет. У нас свобода, то, что мы хотим получить. И вот нынешнее поколение, в отличие от нас тех, вот скажем, в отличие от меня, сильно из меня отличается? Как вы считаете? Ну, дело всё в том, дело ведь не только в том, что мы свободны, дело в том, что как мы этой свободой пользуемся на самом деле, а сегодня у нынешнего поколения много интересных вещей, которые им кажутся важными. И отрывочные знания, вот те знания, которые просто можно получить из интернета, они, в принципе, позволяют человеку не задумываться серьёзно над прошедшими событиями, не анализировать их. И удел настоящего исторического, нравственного, эстетического анализа – это уже удел, так сказать, очень ограниченного круга людей. В этом смысле мы имеем и положительные стороны в современной ситуации, когда огромный поток знаний мы получаем. А с другой стороны, здесь очень много отрицательного, потому что, не читая книги, отказываясь от умения концентрировать своё внимание на длинных смыслах, так сказать, человек от них отучается просто, это, конечно, достаточно прискорбно. С другой стороны, конечно, у нас есть школа, у нас есть музеи, у нас есть храмы, всё это открыто, и каждый человек может откликнуться на свой голос любопытства, что ли, так можно сказать. Ну, поскольку тема заявлена, история культуры Новгородской земли, то мы хотели бы показать нашим телезрителям о том, как возрождалась новгородская епархия, ведь как раз это часть истории кафедры церковной новгородской. Давайте посмотрим этот сюжет. Для укрепления российской государственности в 988 году Русь приняла христианство. Спустя три года после этого события была основана Новгородская епархия, одна из старейших в русской православной церкви. Невозможно разобраться в сложных проблемах истории древнего Новгорода, не представляя, насколько важную роль играла церковь в политике, экономике, искусстве, в быту средневековых новгородцев. За тысячелетнюю историю своего существования новгородская епархия переживала разные периоды своего служения. Включали её в состав петербургской епархии в XVIII веке, повторилось это при советской власти. Современная история новгородской епархии началась 20 июля 1990 года. Она вновь стала самостоятельной. Её возглавил епископ, а ныне митрополит, новгородский и старорусский лев. Это было время перестройки. Происходили положительные перемены во взаимоотношении государственной власти и русской православной церкви. Это было начало эпохи, которую патриарх Алексей II назвал «вторым крещением Руси». Возвращены русской православной церкви на новгородской земле и действуют старинные храмы и монастыри. В настоящее время их более 150. Отец Александр, вот сотрудничество новгородской митрополии со многими учреждениями культуры, это общепразовательные школы, это новгородский государственный музей-заповедник, университет, да и многое другое, конечно. Конечно. Наверное, всё-таки не так просто складывались эти взаимодействия, а вот сейчас мы просто являемся свидетелями, что для этого это вполне уже привычно. Это стало даже как-то нормой жизни. Какое всё-таки значение имеет вот это сотрудничество церкви с государственными учреждениями? Ну, для нас оно имеет очень большое значение, потому что это позволяет нам обращаться к более широкой аудитории. С другой стороны, конечно, вот это вот обращение к более широкой аудитории, оно оказывается во многом достаточно поверхностным. Мы говорим о православии, о патриотизме, что очень, конечно, важно, потому что понятие патриотизма было как-то так вот забыто и неосознанно по-настоящему. Мы ведь прекрасно понимаем, что политика партии, которая пришла к власти в 1917 году, заключалась не в том, чтобы построить там что-то в России, а в том, чтобы создать мировую революцию для того, чтобы и России была нужна как блацдарм, это и мировой революции. И потом уже в 30-е годы Сталин начинает подумывать о том, что патриотическая идея, она в общем-то полезна, потому что мировая революция не совершилась моментально. И здесь даже, когда Сталин несколько, так сказать, повернул руль в патриотическое направление, большевики и революционеры часто шутили, что даже в газетах этот лозунг появлялся. «Любите Родину, мать вашу!» с таким, знаете, двойным значением. Ну а война все перевернула, потому что война, она обратила сознание людей наших к тому, что у них есть Родина, ее надо защищать. И как бы потом дальше не проходили вот эти вот процессы, довольно-таки противоречивые в Советском Союзе после войны, все-таки уже от патриотизма, он там называться будет советским патриотизмом и так далее, но это уже не имеет значения. Патриотизм есть патриотизм. И, конечно, школьников воспитывали на примерах Александра Невского, Сергия Радонежского, многих других героев наполеоновских войн, каких-нибудь еще. Это было важно. Вопрос только в том, как этот патриотизм обосновать. Ведь патриотизм всегда имеет одну идею, когда мы полагаем жизнь свою за други свою, то есть собственную жертвенность. Это вот здесь христианское мировоззрение. Есть другое мировоззрение – полагать других людей в угоду каких-то политических целей. Это ведическое мировоззрение. От этого никуда не уйдешь. Поэтому сегодня, мне кажется, наша совместная деятельность в этих направлениях очень важна. Мы, во-первых, вместе заботимся о памятниках культуры. Мы вместе заботимся о воспитании детей. Мы вместе проводим исторические, патриотические различного рода конференции. Это очень важно. Для меня, как священника, это важно прежде всего потому, что я могу сказать, в чем корень патриотизма, в чем его суть. И патриотизм, в общем-то, на национальности, христианский, я имею в виду, не домыкается, потому что патриотизм христианский имеет в виду спасение вообще каждого человека, живущего на земле. Поэтому осознание вот этого христианского мировоззрения, мне кажется, для культуры нашей страны очень важно. Потому что все самое лучшее рождалось как раз из этой идеи полагания себя за други свои. А вот когда начиналось вот это взаимодействие с государственным учреждением, насколько это было трудно, сложно? Ну, видите ли, тут понятно же. Мы прекрасно понимали, что люди, которые вдруг оказались в совсем другой атмосфере социальной, не могли себя моментально переделать. Я помню, как мы приезжали иногда в школу для того, чтобы побеседовать с учениками, и на нас смотрели, так сказать, ужасными глазами, как будто какое-то чудище туда пришло. Мы прекрасно понимаем, что везде, так сказать, вежливо, но осторожно, так сказать, к нам относились. Но постепенно завязывались контакты личные. Они понимали, что мы не несём с собой в своём мировоззрении ничего такого отрицательного. И сегодня эти связи настолько вот обширны, и так много друзей появилось, что мы можем не, так сказать, насиловать друг друга, что ли, придумывать различные совместные какие-то конференции, или какие-то семинары, или фестивали. Ну, много чего прошло. Отец Александр, традиция стала в Новгороде проводить различного рода чтения, в организации которых принимают инициаторы, выступая от Метрополия, а в организации этих мероприятий, как правило, принимают участие и Департамент образования, науки, Департамент культуры, истории новгородской земли. Вот насколько, скажем так, их активно участие в подготовке вот этих форумов, инициатор которых является Метрополия? Ну, Наталья Георгиевна, нет предела совершенства. Так что я бы одним такой фратой сказал, потому что мы можем делать гораздо больше, потому что Метрополия не обладает такими вот финансовыми возможностями, чтобы реализовывать многие свои планы. Мы нуждаемся в помощи государства. Ну, я имею в виду те какие-то совместные мероприятия, которые важны и для государства, и для нас, и для общества, и для церкви. Как раз вот мы подготовили сюжет на эту тему, о чтениях, которые проводятся в Новгороде, разные тематические чтения, о святынях земли Новгородской, и мы предлагаем посмотреть этот сюжет нашим телезрителям. Имя России Александр Невский, князь Новгородский, победитель шведов и немецких рыцарей, стал национальным русским героем. Ему принадлежат слова «Не в силе Бог, а в правде. Умрем за Святой Софию, где Святая София, тут и Новгород». Новгород много дал русскому искусству. Его кафедральный собор, построенный в середине XI века, был наречен по имени Киевского и Константинопольского храмов. Греки и епископы знали, что София, премудрость Божия, есть одно из имен Христа. Софийский собор остается символом великого Новгорода. Совершенно особое чувство оборудования человека, который, будучи знаком с историей этого храма, в него входят под эти древние сворки. Совершенно особое чувство, чувство сопричастности к великому прошлому нашей Церкви и нашего народа. Но представить себе даже трудно, что немногим, менее тысячи лет тому назад, здесь стали совершаться божественные слухи. Здесь молился наш народ, здесь священники, архиереи возносили ко Господу бескровную жертву. Покровительница Новгорода, древняя икона, знаменье Божьей Матери, местно-чудотворный образ XII века. Пресвятая Богородица, изображенная на иконе, обратила в бегство дружину противника во главе с Андреем Боголюбским, пожелавшего овладеть богатым и вольным Новгородом. В воспоминании чудесного заступничества Богородицы в средневековом Новгороде был установлен праздник в честь иконы Знамени Божьей Матери, который и в наши дни празднуется 10 декабря под сводами Софийского собора. Пресвятая Богородица, спаси нас! Пресвятая Богородица, спаси нас! Паси, Алмебра, ты, Твоя Богородица! Я, колзи по возле, к тебе прибираем, я, под нерушиной стеней, предстательство! Состязание у нас не до смерти, а во славу двух дружин, ратных Сузальцев и Новгородских! Начинай сход! Стала традицией приобщать современных школьников к этому историческому событию. На площадке между Десятинным монастырем и крепостным валом XIV века проходит реконструкция битвы новгородцев с Суздальцами. Произошла эта битва в 1170 году. В XII веке в пределах Киевской Руси было основано 43 монастыря. 14 из них были в Новгороде. Одним из древнейших новгородских монастырей был Свято-Юрьев. Древнее предание гласит, что основал его князь Ярослав Мудрый, а его эпоха, как известно, это XI столетие. Сохранившееся летописное упоминание о монастыре относится к 1119 году, когда по указу новгородского князя Всеволода Мстиславовича, внука Владимира Мономаха, был построен в этой обители каменный Георгиевский собор на месте деревянного обветшавшего храма. Под его сводами в разные века были погребены мать Александра Невского, брат Александра Невского, князь новгородский Федор, московский князь Дмитрий Шемяка. В наше время в ходе археологических исследований здесь обнаружены мощи новгородского святителя Феоктиста. Служил он на новгородской церковной кафедре в XIV веке. Рака с его мощами теперь находится в Спасском соборе Юрьева монастыря. В 2005 году Священный Синод Русской Православной Церкви благословил открыть в Юрьевской обители духовное училище, ректором которого является митрополит Новгородский и старорусский Лев. Обязанности инспектора Новгородского духовного училища исполняет епископ Юрьевский Арсений, викарий новгородской епархии. Обучение студентов здесь ведется по программе Санкт-Петербургской духовной семинарии. Более восьми веков назад в окрестностях Новгорода был основан Варламо-Хоттенский монастырь. По преданию, это место находилось во власти нечистой силы. Оттого эти местные окрестности Новгорода называли худым местом. В XII веке для уединенной молитвы поселился здесь монах Варламо. Отступила нечисть от монашеской кельи. Со временем здесь сложилась община, а позже – монастырь. Рядом с обителью появилась деревня Хутынь. Построенная при жизни преподобного Варлама каменная церковь Спаса Преображения была перестроена в XVI веке. Образцом для нового соборного храма послужил Успенский собор Московского Кремля. Здесь, под спудом, покоятся святые мощи преподобного Варлама Хутонского, причисленного к лику святых. И в наше время у места его погребения совершаются чудеса. О преподобне и богоносне Отче наш Варлааме, услыши нас, молящихся Тебе, и буди нам помощник в скорбях наших, и избави нас от напастей за множество прегрешений, находящих на ны. Притекающие к нему с верою получают просимое по его молитвам. В Спасо-Преображенском соборе монастыря захоронен прах великого русского поэта Гаврила Романовича Державина и его супруги Дарьи Алексеевны. Часто можно слышать, что поэзия Гаврила Романовича Державина проложила дорогу Пушкину и Лермонтову. Сам поэт считал, что для него важнее литературной деятельности была государственная служба. Он прошел жизненный путь от солдата до министра юстиции. Ежегодные державинские чтения проводятся в городе Чудове Новгородской области. На базе Новгородского духовного училища ежегодно проходят никитские чтения. Время проведения данного форума приурочено церковному празднику Дню почитания новгородского святителя Никиты. Эта конференция имеет международный масштаб, и в ней принимают участие историки, лингвисты, музыканты, педагоги, вузов и школ, деятели культуры и науки. На протяжении многих лет в Новгородской митрополии проходят ежегодные знаменские образовательные чтения, приуроченные празднику новгородской иконы Знамени Божьей Матери. Для участия в этом форуме в Новгород приезжают ученые из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов северо-запада России. Священники вместе с педагогами, психологами, директорами общеобразовательных и воскресных школ обсуждают актуальные проблемы развития традиций духовно-нравственного образования и воспитания. Такие конференции являются примером тесного сотрудничества Русской Православной Церкви с органами государственной власти на уровне области и города. В организации чтений также принимает участие Комитет образования, науки и молодежной политики и в первую очередь Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого. Старинный город Новгородской области Старая Русса. Ежегодно в мае здесь проходят международные чтения Достоевский и современность. Известно, что Федор Михайлович Достоевский жил в Старой Руссе определенное время и написал здесь свою книгу «Братья Карамазовы». Для участия в чтениях сюда приезжают именитые и начинающие достоеведы из 20 городов России, ближнего и дальнего зарубежья. А в апреле и также ежегодно в Старой Руссе проходят юношеские Достоевские чтения. Это уникальный проект сотрудничества общеобразовательных школ, вузов, музеев и академической науки в деле изучения и популяризации творчества Достоевского. В районном центре Малая Вишера проходят ежегодные Сретенские образовательные чтения с историко-краеведческим направлением. Инициатором и одним из организаторов чтения стал настоятель Маловишерского храма, священник Дмитрий Шкодник. Задачи Сретенских чтений он удачно реализует. Воспитанники воскресной школы Никольской церкви совершают паломческие поездки в город Кронштадт и наиболее запоминающимся стало путешествие на лодках по мсте с посещением прибрежных храмов. Сокровище планеты Жизни подателю Приди всеми семны И очистены от всяких скверных и спаси благое дожи нас. В Боровической епархии Новгородской митрополии проводятся Таисинские чтения, посвященные игумене Таисии Леушинской. Таисия Леушинская была прихожанкой Боровического свято-духого монастыря, основанного в XIV веке. Здесь покоятся святые мощи Иакова Боровического. Его считают покровителем старинного города Боровичи. Жемчужина Валдая Иверский, Богородицкий, Святоозерский мужской монастырь стоит на Сельвицком острове Валдайского озера в десяти километрах от города Валдая Новгородской области. Один из трех монастырей, построенных в XVII веке по инициативе патриарха Никона. Здесь хранится святыня, копия чудотворной Иверской иконы Божьей Матери. Ее новая драгоценная риза, изготовленная мастерами города Златоуст, была освящена в декабре 2006 года. В 2008 году впервые позолотили пять куполов Иверского собора. В 2009 году Великий Новгород праздновал свой юбилей 1150-летия. В Иверскую обитель приехал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В 2011 году была завершена реставрация ансамбля. Круглый год сюда приезжают паломники. Красив монастырь в любое время суток. Каждый год во время зимних и летних каникул здесь отдыхают группы ребят из Новгородской православно-ориентированной школы имени Кирилла и Мефодия. В Великом Новгороде более 19 лет существует православно-ориентированная школа имени Кирилла и Мефодия. Это муниципальное общеобразовательное учреждение. Курс основ православной культуры в ней преподают с 1 по 11 классы. А также в программе обучения есть такие предметы, как история духовной культуры, история русской православной церкви, православное краеведение, церковно-славянский язык. В этой школе свой церковный хор и свой храм во имя Святой Троицы он находится рядом со школы. Всех вас, православных христиан, да по мне, Господь Бог по царствии Своем, всегда, ныне и пристон, и во веки веков. Богослужение в нем совершается по благословению митрополита Новгородского и Старорусского Льва. Он также ежегодно поощряет единоразовые стипендии лучших учащихся этой школы. 8 июля 2017 года воспитанники встретили у стен Софийского собора патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Одна из учениц подарила патриарху свою картину. Ваше Святейшество, от детей Великого Новгорода вам моя работа. Спасибо большое. Сегодня очень важна роль церковно-общественного диалога и сотрудничества. Главной целью этого диалога является благо Церкви и всего народа. Благо не только материальное, но и духовное. Отец Александр, понятно, что в календаре немало праздников, но среди них есть такие праздники, светские праздники, которые имеют религиозную основу. Я даже могу привести пример. Например, праздник День семьи, любви и верности. А ведь это День памяти святых Петра и Февроньи. Или, например, День славянской письменности, культуры. Это День памяти Кирилла и Мефодия. Можно немало таких примеров привести. Даже, пожалуй, сразу же вспоминаются наши большие праздники, очень любимые в народе. Это праздник Пасхи, праздник Рождества Христова. Это понятно. После богослужения в храме народное гуляние на площади. А вот какое, скажем так, какое направление у этих гуляний? Оно светское, языческое или церковное? И вообще, какое значение имеют вот эти праздники, которые связаны и с церковью, и с нашей светской жизнью? Ну, эти праздники люди празднуют в зависимости от собственного воспитания, собственной культуры. Некоторые поют частушки, скажем, на Рождество или там на Масленицу, танцуют, гуляют и так далее. То есть церковь на это смотрит нормально. А другие идут в церковь. Но, понимаете, в чём дело? Что значит нормально? Мы призываем верующих, христиан православных, прежде всего, прийти в храм и восславить Господа, а потом уже праздновать, так сказать, устраивать какие-то пиры или гуляния. Всё ведь должно быть на своём месте. Нельзя просто вот так вот гулять и всё, потому что в этом нет смысла. Есть развлечение, которое не имеет смысла, оно развращает человеческую душу. Это очень важно понять. Поэтому, конечно, каждый человек относится к Рождеству по-разному. Для одного этого ёлка, для другого подарки, для третьего человека это тишина рождественски украшенного храма и молитва. Это всё по-разному. Но то, что эти праздники становятся общими, это уже хорошо. Потому что рано или божьно умный человек задаёт себе вопрос, какой смысл всё это имеет. Это очень хорошо. Когда человек начинает искать эти смыслы, открывать для себя некую глубину, это замечательно. А вот для сохранения нашей родной русской культуры всё-таки популярны эти в народе праздники Иоанна Купавы или Красная Горка. Ведь это же чисто языческого характера праздники. Но видите ли, и понятие верности придумано ведь не христианами. Оно существовало и в Ветхом Завете. Это основная идея Ветхого Завета. Да больше того, я скажу вам, что это и в Древнем Риме существовала Матрона, это женщина, которая после смерти своего мужа оставалась верной ему до конца. Они даже свой храм едычески имели. Вот эти нравственные ценности не имеют вечный, безусловно, характер. Этими ценностями или, я лучше бы сказал, этими нравственными идеалами нельзя не восхищаться. Христианство просто их вот, как бы вы знаете, вынуло и показало всем, не забывая это. Потому что вот история, она имеет такую тенденцию, естественную тенденцию, угасания вот такого вот и нравственного, и культурного, и, может быть, даже интеллектуального угасания человечества. А потом возникает какой-то взрыв, который снова все вот эти забытые или забываемые ценности выносят наверх. И это, в общем-то, является фактором выживания человечества на Земле. Не знаю, что с нами будет дальше, но сейчас мы, безусловно, находимся в очень опасной такой вот ситуации. Я надеюсь, что церковь христианская найдет способы достучаться до человеческих сердец и вернуть их вот к этим нравственным идеалам, которыми, собственно говоря, и строится жизнь и история. Вот, говорите, нравственные идеалы, христианская этика. Это, как раз, то, на что в большей степени обращает внимание русская православная церковь, в частности, в Новгородской метрополии, это воскресные школы, как раз именно они и работают, ориентируясь на эту христианскую этику. Ну, как известно, ну, скажем так, воспитание патриотическое, воспитание этическое, достойно христианское, оно имеет место при всех храмах, поскольку существуют воскресные школы. И вот мы как раз хотели бы рассказать нашим телезрителям, показывая сюжет, о том, какая работа вот в этом направлении ведется в Новгородской метрополии. Занятие спортом делает человека собранным, бодрым, что влияет и на наше душевное состояние, более того, на состояние нашего духа. Знакомая фраза «В здоровом теле здоровый дух». спортивные мероприятия для воспитанников воскресных школ Новгородской епархии стали традицией. Более 14 лет каждый год в ноябре в одном из лучших спортивных залов Великого Новгорода проходит большой спортивный праздник с эстафетами, флорболом и, конечно, награждением. Ежегодно зимой в Новгородском Кремлевском шахматном клубе по благословению митрополита Новгородского Старорусского Льва проходит шахматный турнир между командами приходов Великого Новгорода и Новгородского района. У воспитанников воскресной школы Церковь Святого Благоверного Князя Александра Невского каждый год 23 февраля проходит семейный спортивный праздник под названием Богатырская наша сила. На базе этого храма существует православный военно-патриотический клуб Дружина Святого Князя Александра Невского созданная в 2014 году. В этом клубе занимаются мальчишки и девчонки в возрасте от 14 до 18 лет. Занятие, конечно, бесплатное. В клубе ведется работа с подростками по трем направлениям духовно-нравственное воспитание, историко-патриотическое воспитание, военное и физическое подготовка. Здесь воспитывают будущих военных, юристов, кто желает в будущем служить в Министерстве чрезвычайных ситуаций или полиции, а также в органах прокуратуры. Поезжай, послать им англомир на спутника наставника сохраняющая, защищающая, наступающая, наступающая, всякого изглавного обстояния. Господу, помолимся. Каждое лето при Новгородском храме Успения Божьей Матери начинает работать православный лагерь «Паломник». Дети в возрасте от 7 до 13 лет во время лагерной смены отправляются в паломческие поездки, участвуют в увлекательных мастер-классах, в военно-полевых играх, узнают новое о истории древнего края. Молодежный актив прихода Церкви Успения Божьей Матери совместно с учащимися и учителями воскресной школы проводит к 9 мая ежегодную акцию «Спасибо за чистое небо». Мы можем ходить по спокойным улицам и быть спокойными, что наши внуки и дети будут жить в светлой и доброй стране. Спасибо вам огромное, чистого сердца. Ребята оказывают адресную помощь ветеранам войны, труженикам тыла, детям войны и, конечно, поздравляют их с Днем Победы. Священник другого новгородского храма Сретене Господне Ирия Евгений Зайцев организует ко Дню Победы молодежный велопробег по памятным местам тех военных лет, которых в Великом Новгороде немало, ведь город два с половиной года был оккупирован фашистами. На каждой велоостановке звучит рассказ о событиях военных лет. Летопись новгородской земли пишется и в наши дни. Вот уже несколько лет в России всенародно празднуется День Семьи Любви и Верности. А в Новгородской епархии задолго до этого привлекали внимание к житию святых Петра и Февронии. О них неоднократно шла речь в православной телепередаче «София. Программа о наших истоках». Этому православному телевизионному проекту более 16 лет. Все его выпуски выходят по благословению митрополита Новгородского и Старорусского Льва. Памятник святым Петру и Февронии на народные деньги удачно дополнил ансамбль бывшего зверяно-монастыря, история которого началась в XII веке. До наших дней сохранились три храма. Церковь Покрова Богородицы XIV столетия, храм Симеона Богоприимца XV века с великолепным фресковым ансамблем того же столетия. Эта древняя живопись отражает культурные традиции той эпохи. Святые мощи преподобного Саввы Вишерского покоятся под сводами Покровского собора XIX века. Любимый зимний праздник Рождество Христово. По благословению митрополита Новгородского Старорусского Льва ежегодно 7 января после литургии в Софийском соборе на главной площади Великого Новгорода проходит праздничное мероприятие. Выступления хоровых коллективов воскресных школ, творческих коллективов учреждений культуры Великого Новгорода, работы чайной и сувенирной ряды. На следующий день в одном из самых больших концертных залов Великого Новгорода открывается Рождественский фестиваль детского творчества «Рождественские представления». Не стало редкостью, когда на эту сцену выходят юные гости из других городов России. По весенкам проста о рождении Христа Бедусь яснях он родился и весь мир наш осветился и современные колокола Софийской Звонницы. Продолжением праздника является большая концертная программа «Пасхальный глаз». Она проходит в Кремле на сцене Новгородской областной филармонии имени Оренского. Выступают хоровые коллективы храмов Великого Новгорода, Боровичей, Старой Руссы, а также учащийся музыкальных школ города. Массово отмечается в Великом Новгороде День Православной Книги. По традиции открытие праздника проходит в Кремле, в зале Новгородской областной научной библиотеки. На протяжении более двух недель в воскресных школах новгородских храмах в городских библиотеках проходят выставки и мероприятия, приуроченные ко Дню Православной Книги. В воскресной школе Покровского собора родилась красивая традиция. После праздника Покрова Богородицы устраивать бал в здании бывшего дворянского собрания. В Большом зале Музея изобразительных искусств на фоне картин русских художников состоялся Покровский бал. Он проходит при поддержке Новгородского государственного музея-заповедника. По мнению настоятеля Покровского собора Протерея Игоря Беловенцева, Покровский бал – это не только возрождение красивой светской традиции, но также имеет воспитательное значение для молодого поколения. Если говорить о работе по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи в Новгородской епархии, то вопросы следует адресовать руководителю отдела по религиозному образованию и катехизации Протерею Александру Ране. В 1964 году стоял вопрос о закрытии вообще новгородских храмов как таковых. В Новгороде атеистическая пропаганда так была сильна, что вот этот храм, который у меня за спиной, он был совершенно единственным. Его было только половина. И усилиями митрополита Никодима, который в синоде русской православной церкви присоединил новгородскую епархию к Ленинградской. Вот был спасен этот храм и многие другие храмы в новгородской епархии. Когда в 1991 году сюда был назначен епископ Лев Церпицкий, ему надо было с чего-то начинать. Ему нужно было думать не только о том, чтобы возрождать приходы на земле новгородской, ему нужно было также думать о том, чтобы возрождалась приходская жизнь, от которой собственно говоря отвыкли. И вот тогда-то и был образован сначала Пресофийском соборе, который был возрожден после многих лет музейного состояния, а потом и многие другие храмы, которые стали открываться, стала возрождаться приходская жизнь, и люди, которые сюда приходили, они хотели воспитывать в рамках православной веры своих детей. Вот на этом этапе, на первом, с 93-го года здесь при Софийском соборе были организованы курсы преподавателей из Санкт-Петербургской духовной академии, потом был образован отдел, все это было в рамках пожеланий Священного Синода Русской Православной Церкви, и постепенно отдел, вот восстанавливая приходскую жизнь и воскресные школы для детей, пытался организовать и какие-то встречи вместе с учителями муниципальных школ, а потом появились знаменские чтения, появился журнал, телевизионная программа, наши отношения к университетам, мы стали проводить курсы катехизаторские в Старой Руссии, при Софийском соборе, в Боровичах, в Чудово, и так постепенно, постепенно расширяли круг своих людей, которые близки нам по вере и целям, которые мы перед собой ставили. И сегодня это уже огромная, можно сказать, страна внутри Новгородской области, которая пытается возрождать не только веру, но и возрождать образование, возрождать православную культуру нашей тысячелетней России. Отец Александр, ну понятно, да, русская православная церковь, в частности Новгородская митрополия, довольно активно занимается воспитанием подрастающего поколения. То есть те, кто верят, те, кто хотят вот именно жить по-христиански. Но, тем не менее, мы живем в окружении, которое иначе можно смотреть на те ценности, которые для нас привычны, для людей верующих. И поэтому в обществе возникают порой даже такие какие-то агрессивные ситуации, которые нередко даже связаны с передачей того или иного храма, а точнее сказать, с возвращением того или иного храма русской православной церкви. Ну вот только летом, буквально, вы знаете, мы были свидетелями этих споров весьма в такой форме, далеко не христианской, а передачей Исаакиевского собора русской православной церкви. Вот в чем верность либо неверность вот этих действий? Может быть, даже правы те люди, которые говорят, был музей, так пусть он таковым и останется. Ну что значит был музей, таковым и останется. Был храм, так пусть он таковым и останется. Ведь вы понимаете, стадионы должны принадлежать спортсменам, рынке, торговцам, театры, артистам, а храмы должны принадлежать православным верующим, тем более православные храмы. И другой момент, что иногда эти храмы, не иногда, а очень часто являются культурным наследием, очень ценным не только для православных христиан, но и для вообще всех граждан России. У нас ведь православными себя называют примерно 73% всего населения. Только среди этих православных есть православные атеисты, православные фашисты, православные коммунисты, православные либералы, есть даже один православный буддист, это Кончаловский так себя назвал, а вот православных христиан оказывается не так-то и много. Но тут нет ничего страшного. Это еще Федор Михайлович Достоевский говорил в записной тетради, что вот говорят настоящих христиан мало, сколько надо, чтобы не умерла идея. Может быть это и не церковное выражение, но оно очень точное с моей точки зрения, потому что оно коррелирует с евангельским выражением Христа, так да светит свет ваш предчеловеке, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного. И поэтому вот тот скандал, который вот разращивался, он, по-моему, был искусственно, во-первых, спровоцирован, во-вторых, ну, люди, которые живут этим, да, или жили долгое время этим, получали зарплату, их тоже можно понять, они боятся остаться на улице. Поэтому просто здесь нужно было спокойно искать вот такие вот решения вопросов, когда церковь принадлежит, храм принадлежит церкви, а музей никуда не уходит и продолжает рассказывать. Наш пример Софийский савор. Софийский савор и многое другое. Это, в общем-то, есть общемировая практика, да, и если это представляет большую культурную ценность, ну что же государство должно помогать сохранять это. Храм сейчас платный вход в Исаакиевский собор будет церковью, будет бесплатной. Нету ни в одной церкви платного входа. А ведь спекулировали здесь, ну, как только кто мог. На самом деле вопрос, по-моему, несложный, его можно решить при желании. По-моему, он несложно решается и в Новгородской митрополии. Я не припомню ни одного случая, когда при возвращении того или иного храма какие-то там были акции. Ну, я думаю, что митрополит Лев очень мудро ведет свою политику. Он не хватает всего, что попадается случайно в его руки, а пытается все-таки спокойно решать проблемы возврата себе церковной собственности таким образом, чтобы это не было никому в ущерб. Но единственное напряжение было это проблема с Покровским церковью в Кремле, где ресторан был. Но это было неприлично. В алтаре туалет и так далее. О чем тут можно говорить? Отец Александр, даже я припоминаю случай о том, что когда вела экскурсию, иностранцы говорят, а что у вас в той Белой церкви? Я говорю, ресторан. Они были крайне поражены. Как в церкви и ресторан? Был шок. Понимаете? Ну, поскольку мы говорим сегодня о культуре, кто-то может даже сказать, что он не касается нашей земли, земли новгородской, но тем не менее, в ближайшем будущем новгородцы тоже будут зрителями фильма, о котором еще, который еще не видели, а о нем уже скандалов немало в прессе, в интернете. Вы догадывайся, о чем я имею в виду. Фильм «Матильда». Как нужно к этому отнестись? Штокойно, по-моему. Дело все в том, что это из-за разряда политических технологий, не более того. Мы прекрасно был фильм перед этим о равноапостольном князе Владимире. Сцены там были еще более суровыми в этом отношении. Никто слова никакого не сказать. Вспомним, как начиналась реклама фильма «Матильда». Почему, собственно говоря, выбрали именно этот кусочек из фильма, когда падает пенсне у императора с носа и когда у Ксишинской развязывается лифчик? Почему именно это? Понятно, хотели, чтобы возник протест. И долгое время никто на это внимания не обращал, пока госпожа Поклонская не возмутилась. Но и для меня совершенно очевидно, что этот вопрос, попытка сделать так, чтобы православные взорвали что-нибудь такое, подожгли, ну, появилось пару сумасшедших. Наверное, тоже спровоцировали их и все. На самом деле ситуация эта достаточно полезна. У нас молодая демократия, и мы должны постепенно, взаимоуважая друг друга, вот, искать границы дотволенного. И если мы воспитанные люди, их не переходить. Вот и все. Ну, как мы с вами сейчас заметили в нашей беседе, времени эфирного не хватает, к сожалению, программа подходит к завершению. О культуре отечественной, в частности, Новгорода, с его богатейшей историей, можно говорить, долго и долго, долго. Отец Александр, я надеюсь, что этот разговор мы продолжим в нашей студии в очередной раз, да? Ну, а я благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо вам за приглашение, спасибо телеврителям за то, что были с нами сегодня. До свидания. Ну, и сердцем. Все то, о чем мы говорим в нашей программе. До скорой встречи на канале Новгородского областного телевидения. Новгородского 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 Новгородского